Всем привет! Я ленивая попа. Недели полторы, наверное, назад еще дочитала книгу Фрэнсиса Лизабет Бернетт. Совершенно изумительная. Называется «Маленькая принцесса». И только сейчас снимаю, записываю, вернее, это аудио, скорее всего, видео. В общем, книга совершенно изумительная. О ней я уже говорила ранее. Это вообще, можно сказать, классика среди... Ну, не то чтобы детской литературы. Я вообще не люблю делить книги на детские, взрослые, молодежные. Бред какой-то. Ну, лично для меня, для кого-то, может, норма. Все мы разные. Это изумительная история о совершенно потрясающей девочке, которая очень умная, очень любит читать, узнавать что-то новое, вообще, в принципе, учиться. У нее уникальный дар преподавателю, даже самую тупую детью, которым она что-то рассказывает, которая вообще не способна что-то запоминать, воспринимать новую информацию, перерабатывать ее. Даже они запоминают то, что она им говорит. И если поначалу она на правах, это как принцесса, потому что она дочь богатого человека, и приезжает в школу учиться, то есть это не такая школа, как у нас, что утром ушел, в обед, я не знаю, примерно вернулся. Это такая вот, блин, я слово забыла. Ну, в общем, такая школа, в которой живешь. И вот то, как ее отношения к социуму там менялись, когда несколько изменилось ее исходное положение. Могатая девочка очень популярная, красивая, успешная, умная и неповторимая. Все это, конечно, очень хорошо, очень прекрасно. Вы знаете, я помню, я помню, как я покупала эту книгу. У нас в городе есть такой магазин, называется Кругозор. Где-то в возрасте, ну, наверное, в 8-летнем или в 9 лет мы должны были пойти, только не смейте сильно громко, к экстрасенсу. У меня с детства есть определенный диагноз, с которого все врачи говорят, что иди нафиг. И в детстве меня по трехглазым водила. Так что, да, если вам нужно понять, настоящий перед вами экстрасенс или нет, зовите меня. Не надо никаких этих скептиков. Я распознаю просто, вот посмотрев, кину взгляд. У меня большой опыт с ними общения. Так вот, ходить я не хотела к ним категорически. Как к врачам, собственно. И чтобы меня как-то замаслить, мама повела меня в магазин Кругозор. Это книжный большой магазин. В центре города, в самой, там находится остановка, очень такая... В общем, мимо этой остановки поражают абсолютно все автобусы. До такой степени это центр города, чтобы вы понимали. Я стала бродить по залам. Я как-то уже говорила ранее в одном из видео, что у меня потрясающий нюх на вещи. Они меня словно зовут. И меня позвала одна конкретная стенка, вот эта жерка, наполненная книгами. И вот как-то вот у меня глаз примагнитился к одной обложке. Это было, по-моему, два тома, если не три. Это были повести Францис и Лизабет Бёрнетт. И я всё сказала. Мама, покупай. И вот с того времени, чуть ли не каждый год, я перечитываю не совсем это издание. И у меня есть ещё одно издание такое же, с тем же содержанием. И вот я достаточно часто в своей жизни перечитываю эти истории. Это был мой, наверное, из всех выборов в жизни, из всех приобретений, самый удачный, успешный, который до сих пор, как оказывается, наверное, может так выразиться. Повторюсь, книга совершенно изумительна. Если у вас есть дети или младшие братья, сёстры, и вы хотите, чтобы они выросли приличными людьми, добрыми и всем таким, то вот, пожалуйста, давайте читать им. И маленькую принцессу, и, конечно, лорда Фаундлера. Ой, я надеюсь, я сейчас правильно произвела фамилию. Я вечно её перевираю. Вот, казалось бы, столько раз я перечитывала, я не могу запомнить. Я лох. Так что достаточно такая сумбурная получилась первая запись этого года. Да заметьте, я только сейчас поняла. На сим прощаюсь. И до скорых книг.